Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах снимали очередной отчётный концерт Школы актёрского мастерства. Тема концерта 20-е годы в Америке. На шоу пригласили гостя Джигана. На проекте появился новый участник Захар. Парня позвала Катя Кауфман в тот момент, когда была сильно огорчена изменой Ильи Яббарова. Но теперь Захар ей не нужен, она уже помирилась с Ильёй. Тем более, что Яббаров сделал предложение Кате выйти за него замуж. Он пишет «Друзья, хочу с вами поделиться радостной для меня новостью. Сегодня я любимой сделал предложение, и она сказала «Да». Малышка, я тебя сильно люблю. Следующий этап – это свадьба». Костя Иванов рассказал об изменениях, которые в нём произошли после посещения психолога. «Я стал спокоен и сдержан, даже когда рядом истерят, пытаясь задеть и родить во мне те же негативные эмоции. Я стал чуточку мудрее». Марина Мексика призывает всех своих подписчиков смотреть последнюю неделю «Острова любви». «Вас ждёт много всего интересного», пишет Мексика. Например, как Никита закрыл нас с Бурхановым на ночь, про наше свидание с Олегом, наша ссора с Алисой и многое другое. Мадина Кузаева рассказала, что после закрытия второго сезона Бурханов и Огородова расстались. Мадина пишет «Для Олега это был всего лишь курортный роман, а Алиса отказалась ради него от родителей. Что будет дальше, неизвестно. Алиску жалко». «Элен Каминская и Андрей Назаров не полетели на Остров любви, как планировали. Мы не летим, так как между нами сложные отношения. Мы решили взять время для решения всех недопониманий». На Остров любви отправились три пары. Марина Африкантова пишет «Это окончательный состав, который летит на Сейшелы». Марина и Андрей сначала заедут в Дубай на выходные. А ещё одна пара, Ира Пинчук и Денис Баранов, всё-таки остались на поляне, хотя их тоже собирались отправить на остров. У Ольги Бузовой появился новый автомобиль. Как вы помните, предыдущий автомобиль, который ей подарил Дима Тарасов, он же и забрал после расставания. Бузова пишет «Бывает, что судьба что-то у нас забирает, что-то мы теряем, но когда есть стремление, всё это обязательно восполнится». Хочу сказать огромное спасибо за предоставленный «Потрясающий автомобиль ВМВ-7». Многие подписчики считают, что Бузову просто пригласили отрекламировать этот автомобиль. Кстати, обилие рекламы в блоге Бузовой очень сильно возмущает её поклонников. Фанаты говорят, что они хотят видеть жизнь Ольги, а не товар, который она рекламирует. Они просят Бузову остановиться, или же они начнут массово от неё отписываться. Алена Водонаева выставила на обозрение новый размер груди. Как вы помните, она уменьшила грудь на два размера. Она пишет, что эта операция очень сложная, длилась три часа, но уже через несколько дней она смогла приступить к своим обязанностям, ведущей на телевидении. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.